Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте! Я тут зачитался вопросами, некоторые из них требуют, чтобы заложить закладочки в Писание, и я не успел некоторые вещи сделать, поэтому сейчас будем тыкаться и пыкаться по ходу процесса. Ну, с чего начнём сегодня? Если вы были в Париже, то я вас поздравляю. Если вы христианины, как-нибудь как-то связаны с Парижем были, там сегодня Дионисий, Ариапагит, Рустик и Елеферий, ещё священник и диакон, мученики празднуются, они были убиты в той области, в которой находится Монмартр, это гора мёртвых, в переводе означающий такой древний район Лютеции, так назывался раньше Париж, это великий христианский город, сегодня великий, и уже не христианский, а раньше великий христианский город. В котором было множество святых, кстати, одна из них особенно нам дорогая, это святая Женевьева парижская. Так что сегодня мы... Я не знаю, как там в Париже проходят праздники духовные, подозреваю, что может быть уже и никак, хотя не знаю. В общем, поедем мы по вопросам, пройдёмся, потому что вопросов довольно много, но повторяю, что я не ко всем из них подготовился, поэтому извиняйте меня, если я что-нибудь тут не то скажу, или не всё разъясню, что могу. Пишет Дмитрий в книге пророка Исаии, 2 глава, говорится, в тот день... Ну, я почитаю. Там, значит, говорится, «Войдут люди в расселены скал и пропасти земли от страха Господа, от славы величия Его, когда он восстанет сокрушить землю. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скалы, в расселены гор от страха Господа и от славы величия Его, когда он восстанет сокрушить землю. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Это чуть больше. Там, 4 стиха с 19 по 22. Дмитрий спрашивает, что значит, почему золотых своих идолов и серебряных своих идолов человек бросит кротам и летучим мышам? Почему именно эти животные названы в данном тексте? Я не думаю, что я 100% вправ, но кроты и летучие мыши – это животные нечистые для евреев, то есть их нельзя употреблять в пищу, они довольно страшны. Если вы видели какую-нибудь рожу, мордочку, так скажем точнее, летучие мыши, то, слушайте, фантазировать ничего более страшного не нужно, просто надо её срисовать, и вам есть готовый персонаж для какого-то ужасного фильма или мультика. Они страшненькие. Пристанище всякой нечистой птицы называются места, в которых поселяются летучие мыши. Они обычно селятся в заброшенных домах, которых почему-то какая-то холера опустошила. То ли война, то ли моровая язва. Когда однажды в Стамбуле, прогуливаясь по какому-то там старому кварталу, я видел дом полный летучих мышей. Это жуткое зрелище. Они все висят головой вниз, сложившие крылья. Если их пугануть, они как бы поднимаются в воздух перепончатыми крыльями. Это нечто такое нечистое. Нечистое, ползущее под землёй, нечистое, летающее в воздухе. Это, видимо, и есть такой дуэт кротов и летучих мышей. То есть всё то, на что ты надеешься в период грешного спокойствия, ты бросишь в период опасности именно к самым грязным живым существам, то есть тем, которых ты не замечаешь или гнушаешься в период спокойствия. То есть сегодня ты надеешь на что-то. Ну, золотые и серебряные идолы, конечно, понятно, это очень точно, так сказать, какие-то статуи, какие-то домашние терафимы. Но идолами являются ведь не только это. Можно, например, всем сердцем верить в науку. И тогда твоя вера в науку, наука даст счастье, наука даст бессмертие, наука даст блаженство, наука даст покой. Это не что иное, как идол. В данном случае наука у тебя в голове – это идол. Если это не рабочий инструмент, типа лопаты, а если ты молишься на науку, значит, ты идолопоклонник. И ты как бы бросишь потом эту науку в период жестоких испытаний, что она тебе никак не поможет. Она ещё усугубляет наши проблемы на самом деле. Или, скажем, ты веришь в цивилизацию или в прогресс. Тебя накажут эти идолы, потому что ты положил свою надежду на то, что не помогает, на нечто мёртвое. Потом мышам летучим и кротам подземным бросишь ты своих идолов, потому что они тебе не помогут. Вот всё то, что верит человечество в культуру, в науку, в цивилизацию, в свободу, равенство и братство на знамёнах французской революции – это всё ложь. К сожалению, это ложь. Она, конечно, приятная, она льстит нашему самолюбию, но это ложные идолы. Бог спасёт – это всё погубит. Так что бросишь это всё под землю и бросишь это всё на ветер. То, чему ты сейчас поклоняешься. Летучим мышам и подземным кротам. Так я думаю. Такая у меня рождается ассоциация. У святых писателей, экзегетов библейских, я не искал толкования на это место, поэтому, может быть, есть более точный или более глубокий анализ этого. То есть нечистая, ползущая под землёй, нечистая, летающая в воздухе. Им надо бросить, придётся бросить в день опасности всё то, на что мы надеемся в период грешного спокойствия. Матфей 16-18, Виктор пишет, да, что там 16-18. 16 глава Матфея. Ну, опять-таки, больше прочтём. Говорит Господь, «За кого вы почитаете меня?» Симон Петр отвечает, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус говорит ему в ответ, сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Пётр, на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют её». Вот об этом, собственно, и вопрос Виктора. То есть зачем такие высокие слова? То есть ты Пётр, то есть камень, на семь камней я создам церковь мою, врата ада не одолеют её, дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, будет разрешено, то есть развязано на небесах. Сам Христос камень, на котором создана церковь, говорит Виктор. Да, совершенно верно. Камень же бе Христос. Отцы наши пили из духовного камня, и камень же был Христос. Камень краеугольный, избранный, честный, положенный в Сионе, верующий в Него не постыдится. Камень, если кто на Него упадёт, разобьётся, на кого он упадёт, того раздавит. То есть камень – это всюду и везде, это Господь Иисус Христос. И Христос действительно называет Петра этим именем, своим, по сути, именем, даёт ему своё имя, камень, обещает создать церковь на нём. Этот текст является текстом раздора среди христиан. Потому что, допустим, западная церковь католическая, римско-католическая, считает, что в этом повелении Пётр получил навеки незыблемое право быть князем церкви, а все преемники Петра получают от него эту преемственную власть, и для них это фундаментальное понятие экклезиологии – учение церкви. Православные отцы учат нас, и мы так верим, что в данном случае Господь Иисус Христос хвалит Петрова исповедание. То есть, что по хвале подвергается не личность Петра, который сам по себе, как слабый человек, может поколебаться, зашататься, отречься, испугаться, что здесь Пётр как бы сомнительный камень. А исповедание его – это вот тот фундамент, на котором стоит церковь Христова. Кроме того, впоследствии обетование, данное Петру, то, что ты свяжешь, будет связано, то, что развяжешь, развязано, даётся всем апостолам, то есть, включая там и Андрея, брата Петрова, и сыновей Зеведеевых, Якова, Иоанна и прочих. То, что свяжете на земле, будет связано небеси, и развяжете, будет развязано. Так что здесь у Петра нет исключительности, они все имеют власть связывать и развязывать. Так что, повторяю, что от отношения к этим словам зависит, в общем-то, даже конфессиональный выбор человека, ибо католики твёрдо держатся за примат апостольства Петра, и всю церковь, собственно, называть Петровой лодкой. Решу, лодка Петра, и он ней кормчий. Когда Бенедикт уходил со своего поста, он говорил, что у меня больше нет сил править лодкой апостола Петра. То есть, если руль апостольской лодки слишком тяжёл для моих старческих рук. Ну, примерно так поэтически он выразился. Так что, наше православное отношение к этому такое, как вы сказали. Камень, собственно, это Иисус. И основание другого никто не может положить, кроме положенного, которое есть и Иисус Христос. Церковь, построенная на человеке, должна будет распасться, потому что человек погрешителен, и нетвёрдые помыслы у него. Церковь стоит на камне исповедания, то есть мы исповедуем Иисуса Христа, Сыном Бога Живого. Это неоднократно. Пётр, кстати, он брал на себя эту роль от лица всех апостолов давать Христу, так сказать, имена и исповедовать Его. Иногда они спрашивали, может быть, вы хотите уйти, говорил Господь, Пётр от лица говорит, а куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. Ты Господь, ты Иисус Христос, ты Сын Бога Живого. Так что это исповедание, мы и держимся его, и опасаемся утверждаться на человеке. Да, это действительно. То есть нужно строить на Христе, а не на человеке, как бы он высок или красив не был. Мы не можем построить церковь на Серафиме Саровском, при том, что это совершенно потрясающий человек, это удивительный человек. Мы не можем построить церковь на Иоанне Кронштадтском. Это будет секта, при том, что Иоанн Кронштадтский удивительнейший человек. Мы не можем построить церковь ни на ком из святых, ни на Георгии Великомученике, ни на Святой Варваре, ни на ком. Только на Иисусе Христе. Это наш православный взгляд. И вслед за апостолом Петром мы повторяем его слова. «Верую, Господи, исповедую, яку ты и сила истина, Христос, Сын Бога жива». Это исповедание мы произносим постоянно. Так что я согласен с постановкой вашего вопроса. Камень — это главным образом сам Иисус Христос. И имя камень дано Петру настоящим камнем. То есть настоящий камень Иисус дал Петру имя камнем. А что так? По природе он Симон. Симон — сын Иоанны. И как мы сами знаем, что этот камень может крошиться. Испугаться, дать слабину, сделать шаг назад. К сожалению, Петр не до конца камень. По имени да, по жизни нет. К сожалению. Единственный камень по имени и по жизни — это Господь Иисус Христос. Верующий в Него не постыдится. Это наше православное отношение к Нему. Судя по всему, ваш вопрос как бы и сформирован вот этим вот таким же православным к этому отношением. Альфа, так называется, человек, задающий вопрос. Прошу прощения, если вопрос глупый. Да, ничего страшного. Сейчас посмотрим, что ли. Большой ли грех обращаться к Сонечкам Мармеладовым? Можете ли сказать что-то, чтобы, если что, ясно понимать всю ответственность похода? Ну, то есть речь это проституция, пользование услугами специалистов, так сказать, в этих вопросах. Что вам сказать? Ну, вы так назвали их, так сказать, нежно. Сонечка Мармеладов — это самый лучший человек в романе «Преступление и наказание». Это искренно верующий человек, который, да, растоптан жизнью. Там непонятно, кто виноват в ее проституции, кроме нее самой. Конечно, она тоже сама виновата. Он там и Катерина Ивановна последнюю каплю капнула. Дескать, когда она спросила, а что мне, что ли, на улицу, что ли, Она говорит, а что там терять? Что жалеть-то? И она пошла. Ну, и папаша там, короче, это вечно пьяный, там тоже сыграл свою роль. Короче, Сонечка Мармеладова — это светлое лицо в русском сознании. Потому что действительно бриллианты блестят и в грязи. Ну, и в Библии мы читаем про блудницу Рааф, которая спрятала с Аглидаты еврейские, эти медраши, всякие там говорят, что Рааф было так красиво, что мужчинам было запрещено на нее лишний раз посмотреть. Это все было чревато как бы ночными сновидениями и желанием бросить свою жену. То есть Рааф было прекрасно. То есть есть такие, есть проститутки, вошедшие в историю. Что вам сказать об этом? Если вы неженатый человек и там что-то, что вас там, томит вас ваша многогрешная плоть? Мне, в принципе, мне нечего вам сказать. Вы знаете, что это... У меня нет слов, чтобы грех оправдывать, но я прекрасно понимаю, что там люди разные и некоторые из них еще чего доброго еще нас обгонят по пути в Царство Небесное, когда покаются. Я могу вам сказать то, что эти люди, которые находятся на дне, о которых в Евангелии написано, что там блудницы, матари, блудницы и матари предваряют вас в Царстве Небесном. То есть не покаялись от проповеди Иоанна Притечи. Сказано было покаяться, не покаялись. То есть если они покаются, они будут выше всех. Вот это как-то мне открыто, вот моему уму, что если эти люди покаются, они не проклятые, им не заказан вход в рай. Если не покаются, конечно, все пропало. А если не покаются, они будут раньше всех в Царстве Небесном, потому что они знают себе цену. Поскольку они, так сказать, топтанные и перетоптанные, как бы от них уже столько раз ноги вытерли, что они уже сами имеют к себе некую ненависть. Знаете, есть такое состояние, когда грешник грешит, имея ненависть к себе. Это у Николая Себского пишется, что один какой-то старик говорит ему, что в юности я блудил из любопытства, а в старости продолжаю блудить от ненависти к себе. То есть я уже не верю, что я исправлюсь. И пока здоровье есть, как бы трачу его на срамные удовольствия. В общем, это тёмная тема. Тёмная тема. Что тут скажешь? В утешении или в оправдании? Могу вам только сказать, что были такие святые люди, например, был такой святой Виталий. Может, он это поможет, кстати. Был такой святой Виталий, который ходил в Александрии, он жил. В возрасте 60 лет он пришёл из пустыни в Александрию и первым делом переписал себе в книжечку, в синодик так называемую, такую книжечку поминальную, всех проституток Александрии. А их там было много тысяч. И он стал наниматься на всякие падённые работы. И вообще это в книжках описывается, то есть цена ночи с проституткой стоит буквально половину или треть дневного заработка разнорабочего. То есть если ты, например, копаешь грядки на огороде, нанялся к кому-то, или разоружаешь уголь, или чистишь сортир, ты получаешь, условно говоря, пять оболов или оболов. То примерно ночь спадшей женщины стоила где-то два обола. И он регулярно приходил в один из публичных домов в Александрии, этот Виталий. Выбирал себе какую-то женщину, уединялся с ней и брал с неё клятву, что она никому не будет рассказывать, что происходило между ними. А что происходило? Он давал ей деньги. Говорил, ложись-ка ты спать, дочка, а я помолюсь за тебя. И проводил всю ночь в молитве за неё. А потом она утром просыпалась, он давал ей ещё одну дневную плату и говорил, пожалуйста, вот тебе деньги, останься ещё одну ночь в чистоте. То есть не бери клиентов. И вот так вот, в таких трудах этот блаженный Виталий провёл какое-то довольно длинное время, и потом он скончался, и эти бедные бабы заговорили на его похороне. Они развязались в них языки, ибо он их заклял, чтобы они молчали об этом всём. Они начали говорить, он молился за меня, он меня не тронул, он дал мне денег и просил меня, чтобы я была чистой. И так далее, и так далее. Короче, он там повымаливал сотни падших женщин. Может быть, это самая большая проблема мира. Может быть, не война проблема мира. Может быть, проблема мира проституция, торговля органами, детская порнография. Может быть, эти вещи являются самой главной проблемой мира. И их невозможно исцелить на самом деле. Что в Библии мы находим проститутку на первых страницах, в книге бытия, и на последних страницах в откровении Анна Богослова. То есть они везде. Это неистребимое зло. И в Российской империи эта тема называлась «Дома терпимости». То есть терпимое зло. То есть зло, которое нельзя искоренить, нужно терпеть. Такая логика. Так что, что мне вам сказать? Блудить нельзя. Это грешно. И совесть ваша это знает. Доказывать вам этого не приходится. Но люди, которых засосала эта опасная трясина, остаются людьми. У них остаётся ещё какой-то свет разума, какая-то совесть, какое-то сострадание. Это очень печальное вообще тема. Какая-то мама их родила, понимаете? Не одна мама, рождая девочку, завязывая девочке бантики, заплетая косички, никогда в страшном сне не думаешь, что она родила девочку, чтобы она потом выросла и была проституткой. Это какая-то катастрофа какая-то. Это просто какой-то ужас. Достойный великих слёз. Правда, никто не плачет, как бы всем нравится. Но вообще-то тема ужасная. Иногда с ними связаны... То есть, насколько это живые люди, насколько у них всё возможно изменить, говорит, например, история Дит Пиаф. Знаете историю Пиаф? Она жила с бабушкой и с папой вышибала. И папа вышибал, был как раз в публичном доме работал. И она жила при нём. И она была в детстве слепая. Эдит Пиаф. И барышни, которые работали в этом заведении, они очень любили её. Они покупали ей сладости, болтали с ней, её щекотали, гладили. Ну, любили эту девочку. И она была слепа, они очень её жалели. И в этом публичном доме, отметьте себе, это начало века 20-го или конец 19-го, они регулярно ходили на богомолье. То есть их совесть требовала помолиться Богу, чтобы Бог их простил. И там, недалеко от этого места, не помню, где-то географически, находилась могила одной известной монахини католической, Терезы из Лизье. Они ходили на эту могилу к этой монахине, и там молились. Им это очень нравилось. Однажды взяли с собой эту девочку маленькую, слепую, и договорились по дороге на богомолье, что они будут молиться Богу, чтобы Бог исцелил её и дал ей зрение. Можете представить, они так усердно молились, эти падшие женщины, которые пропустили через себя рота солдат, что Бог их услышал. И обратно они шли, и маленькая Эдит смотрела на весь мир зрячими глазками, на ворону на дереве, на лужи под ногами. То есть они вымолили ей здоровье. Вот это одно из чудес, современных почти чудес. Так что это живые люди. Почему они там оказались, кто их знает? Это великая беда. Так что поставим многоточие, тема эта бесконечна. Здесь очень много можно чего сказать. Кающиеся блудницы будут быстрее всех в Царство Небесное идти, а не кающиеся блудницы будут быстрее всех идти в противоположную сторону. Ну и участвовать в их грехах, конечно, никому не стоит. Тяжкая тема. Сергей пишет. «Нахожусь на вахте на севере, не могу решиться креститься и осенять крестным знаменем пищу, находясь в столовой среди множества людей. Когда один молюсь и крещусь. Получается, я стыжусь Господа и завишу от чужого мнения, меня это все больше беспокоит». Вы знаете, друг мой, проявить себя верующим – это не только перекреститься перед едой и осенить крестом пищу. Я понимаю вас, вы немножко пока стесняетесь, ибо рядом никто, может быть, вас не поймет. Но, например, если вы не будете использовать абсцентную лексику, не будете матом ругаться. Знаете, как говорят монахи на Афоне, когда они там забивают гвоздь и вдруг попадают молотком по пальцу. Они говорят «наина и влогимена», то есть «пусть будет благословенно». То есть они говорят так всегда, когда у него там, не знаю, порвется, например, там, оторвется подошва на ботинке, там, или что-нибудь неприятное, «а, будь благословенно». Это такое замена ругательства, когда человек… Так что, если вы, например, не будете матом ругаться, это тоже заметят. Если вы, скажем, там, если у вас в речи будет проскальзывать призывание имени Божьего, это тоже будет заметно. Если вообще верующему человеку скрыться очень трудно, по сути невозможно. И когда все привыкнут, что вы немножко того, как бы, что вы верующий, как бы, какой-то анекдот, например, расскажут, какой-нибудь такой солёный, как бы, и все засмеются, как бы, а вы покраснеете. Как бы, все поймут, что, как бы, значит, что у вас что-то другое в голове, не то, что у всех. И когда все привыкнут к тому, что вы христианин, наступит время, когда вы можете смело креститься за столом и крестить свою пищу, и это будет, как бы, всеми восприниматься как очередное чудачество странного человека. Но через некоторое время, причём даже небольшое время, у вас начнутся, найдутся последователи, и кто-то тоже будет креститься за столом и тоже будет крестить пищу. Так что вперёд из песни. Не спешите, вы на пути к нормальному, так сказать, финалу всех этих процессов. Просто надо, ничего из себя не изображая, просто стараться быть тем, кем надо быть. И тогда ты пройдёшь через несколько стадий. Стадия стыда и скрывания, потом стадия публичного порицания тебя, значит, признания тебя каким-то там больным. А потом некие люди привыкнут к тебе, и скажут, ну ладно, он такой, мы такие. А потом кто-нибудь скажет, я тоже верующий. Я тоже верую. Он не стыдится, и я не стыжусь. Это нормальный путь, многоступенчатый путь свидетельства веры. Так что не спешите, от вас-то не уйдёт. Скоро вы перестанете стесняться. И скоро все привыкнут, что вы уже ничего не стесняетесь. В этом смысле. Так, Екатерина пишет, в чём разница между духовником и духовным отцом? Обязательно ли православному человеку его иметь, то есть духовного отца или духовника, да? Или можно самостоятельно плыть по течению? А на исповедь лучше ходить к одному священнику, или это не так важно? Довольно индивидуальные вещи, дорогая Екатерина. Что вам скажешь? Духовных отцов их вообще не хватает. Мы об этом очень часто говорили. Их довольно мало. Если все христиане вдруг захотят иметь духовного отца, то их просто физически для этого не хватит, духовных отцов. Не каждый священник способен быть духовным отцом, чтобы вами руководить ко спасению, чтобы вы отсекли свою волю и полностью передоверили свою душу, так сказать, вот этому святому человеку, и он бы вами руководил полностью. А вы бы полностью ему доверяли. Такую чистую схему почти не встречаем нигде, только в монашестве, да и то не везде. Поэтому, по моему мнению, человеку нужно включить весь набор тех вещей, которые у него есть. Что у нас с вами есть? У нас есть Святая Библия. То есть Евангелие, Ветхий Завет. Нам нужно приучить себя к вдумчивому чтению Божьего Слова. Это на всю жизнь хватит. И Божье Слово будет просвещать нас, ибо оно есть светильник, горящий в темном месте. У нас есть совесть. Как говорил в блаженной памяти старец Павел Грунгруздев, у совести зубов нет, но она может до смерти заесть. То есть сами знаете, что стоит считать чебучить, и совесть тебя просто уничтожит, если ты как-то с ней не договоришься. Поэтому слушайте совесть, читайте Писание, ходите в церковь. Можете читать духовную литературу, или иметь друзей-собеседников, которые могут вам посоветовать, подсказать, как-то со стороны все-таки нас виднее лучше, чем изнутри. И если этот набор всех своих возможностей, духовных вы используете, то, может быть, вам и не нужен будет духовник. А может быть, наоборот, именно тогда-то вы и дорастёте до того, что вам появится какой-то такой духоносный, светлый человек, который будет вами руководствовать. Это не всем нужно, и не у всех получается. Иногда получается чистая карикатура, иногда духовные отцы воспринимают свою власть духовно-диктаторски, и просто не снимая сапог, залазят в самую душу к человеку, и командует им на каждом шагу. И там, где надо, там, где не надо. Здесь великий вопрос, как Иоанн Лесточник пишет, вместо врача они не доверят свою душу разбойнику. Потому что, что, по нашей малограмотности духовной, любой косматобородатый дядька, значит, который говорит, там, «Я старец», там, уже там сразу у него будет 85 поклонников. И он может диктаторски пользоваться своей властью, и эти души бедные попадут в беду буквально. Таких вещей и хватает. Это всем известно на самом деле. Это я не открываю Америку. Так что нужно быть осторожным. Сейчас вообще оскудение большое духовное. Люди ничего не могут сказать тебе о молитве или о Господе из своего личного опыта, потому что у них нет этого опыта. Они что-то прочитали, что-то запомнили, что-то сикость-накость заучили. А так вот, чтобы они знали, действительно знали, вот нутром знали, вкусите и видите, что называется, «Экоблах Господь», это очень редко можно найти. Поэтому от беды подальше, специально ничего не ищите. Если будет нужно, Господь вам сам даст. Как говорит восточная поговорка, «Когда ученик готов, приходит учитель». На исповедь лучше ходить к одному священнику, который вас знает, хотя бы с той точки зрения, что не нужно будет повторять всё сразу заново. Допустим, пришёл первый раз человек. Мне, чтобы понять, как бы отдалённо понять, что там с ним, как, мне нужно узнать его семейное состояние, его длительность церковного опыта. То есть, как долго вы вообще ходите в церковь? Вы первый раз пришли, или вы уже много лет посещаете храм, и здесь вам всё не ново. Это нужно узнать, спросить у человека однажды. Там, женат, замужем, там, есть дети, нету. Первым браком, вторым браком, в разводе. Это очень важно, потому что это сердцевинные вопросы бытия. Чем занимаетесь, чем зарабатывать на хлеб? Какова ваша профессия? Хватает ли вам на жизнь, или вы в бедности живёте? Это тоже надо понять у человека. Ну и так далее. Так вот, если вы ходите к одному и тому же священнику, повторять всё это уже не нужно, потому что я знаю вот это. Евдокия Семёновна, значит, я уже как облупленную её знаю. Всё, что мне нужно спросить, что-нибудь новое или всё старое? Потому что, как правило, всё старое. Новый ньюс, гуд ньюс, говорю, Маргарита Семёновна, молодец, сиди, молись и прищищайся. Чё там, как бы, ну там, объедохся, опихся, без ума смеяхся, как бы, всё. Ничего нового. А бывает, что что-то новое, там, к гадалке сходило. О, чё это ты сбрендила, что ли? Зачем тебе там? А, соблазнилась с подружкой, позвала подружкой, я пошла. Ну, давай разбираться, значит. То есть, лучше с тем, кто тебя знает, конечно. Это чисто практично лучше. Потому что всё уже понятно. Не нужно говорить лишнего. Исповедь в современном своём форме, она отнимает страшно много времени. И у людей, и у священников. Если бы это было полезно, я бы сказал, ну и ладно. Но иногда это совершенно бесполезно. Просто трата времени. Просто какой-то, а поговорить? Вот я очень этого не люблю. Люди приходят на богослужение, и полслужбы разговаривают о себе самом, со священником. Я это просто ненавижу, если честно. И чтобы это не повторялось, лучше пришёл к тому, кто тебя знает. В этом смысле так будет удобней. Ну и всё, собственно. Что ещё вам сказать? Вот и всё. По этому вопросу. «Как отличить благодать от прелести?» Пишет Семён. Ведь эти чувства духовные примерно одинаковы. Даже некоторые христиане по ошибке воспринимали духовные прелестные чувства за святость. Они, знаешь, не одинаковые, дорогой Семён. Совсем не одинаковые. Но поскольку мы все в прелести, с прелестью всё понятно, потому что мы все в прелести. И признаться в этом – это первое лекарство от прелести. Прелесть – это когда ты принимаешь ложь за правду. Например, я вижу человека, думаю, он святой. Это я в прелести, я просто не знаю, какое. Мне кажется, что он святой. Или я вижу, он грешник. Это прелесть всё. Потому что я не знаю, грешного ли святой. Я не знаю этого. То есть, короче, вот это вот наши установки мысленные, ничем не проверенные, не доказанные. Это есть некая форма прелести. Так что, в общем, здесь всё тяжеловато. Прелесть, она известна нам с вами, когда она производит кровяное возбуждение, довольство собою, радость о себе самом. Это твёрдый критерий такой, значит, обмана. А вот если ты, например, ощущаешь вот это вот наитие божественное, которое мы именуем благодатью, вот дарование тебе благодати. Благодать ведь не даётся просто так, она даётся для чего-то. Например, ты хочешь подавить гнев. Тебе нужна благодать. Бог дал тебе благодать, и ты справился с собой и подавил благодатью Божию, так сказать, сдержал себя. Или ты бросил какую-то скверную привычку. Или, 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 или. То есть благодать даётся для того, чтобы совершить нечто. Так вот, когда благодать подаётся человеку, человеку ощущает себя очень смиренно, очень, он, он нищим себя ощущает. Это посещение Божие, оно вместе с помощью и вместе с силой даёт человеку острое ощущение, что сам по себе он ничтожен. И тем не менее, через него совершается нечто великое. Благодать совершает, как апостол Павел говорил, что я больше всех потрудился. Не я, впрочем, но благодать Божия, которая со мной. То есть сам человек ощущает себя дырявым сыром. А вместе с тем он как бы говорит, а через меня Господь делает аминь. То есть это не я, это он. А я в это время ощущаю себя как бы никудышным. Вот действие благодати таково. Прелесть возогревает довольство собою. То есть клёво, да, какое я? О, ничего себе, да. А благодать даёт человеку глубокое сокрушение о своём ничтожестве, но без отчаяния. То есть ты сокрушаешься, но не отчаиваешься. И нечто совершается через тебя и тобою с Божьей помощью. Это благодать. Это благодатное состояние. То есть когда, например, ты даже мёртвого воскресишь, ну, условно говоря, и при этом у тебя не будет гордыни. То есть он говорит, ничего себе сделал. Такой, нет, даже близко этого не будет. Ты перепугаешься сам. Ещё больше всех сам испугаешься, что это совершилось. То есть благодать даёт человеку самопознание, сокрушённое самопознание, согласно сказанному. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Отчиславие подогревает человека на самооценке. Так что здесь надо быть внимательным, потому что вот здесь не каждый из нас внимательный. Мы даём себе силу увлечься любовью к себе хорошему, да? И тогда можно, конечно, ошибиться и брякнуться, согрешить, где-то там что-то сделать, да. Это серьёзная очень тема. Но я не соглашусь с вами, уважаемые, что они как бы примерно одинаковы. Потом, знаете, человек, находящийся в благодати, он имеет недоверие себе. Вот, например, Симеон Столпник. Он когда начал столб этот свой возвышать, строить там в окрестностях Антиохии, сначала там было, допустим, там 3, там 5, 7 метров, там к концу жизни столб был 15-метровый. То есть такой вот как пятиэтажный дом. А такого не было никогда раньше. И поэтому отцы сказали, пойдите к этому Симеону, значит, что он там на столбе стоит, и скажите ему там, эй, слазь давай. Что ты придумал как бы тоже? Такого как ты никто не делает. Как бы отцы сказали, что ты слазил. И что? Если вы ему скажете, то есть отцы сказали, чтобы ты полез вниз, как бы значит. Если он полезет вниз, значит, подвиг его настоящий. А если он скажет вам сверху, да пошли вы, то что вы там понимаете, я сам знаю, я святой. Значит, он в прелести, надо залезть и стащить его силой. Они пошли и сделали так. Сказали, эй, Симеон, ты что там делаешь? Такого никто не делал. Отцы сказали, чтобы ты слазил. Он полез вниз. Отцы сказали, а, ну ладно, полез вниз. Они, стой, 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 залазь обратно, все в порядке. Понимаете? Вот это отличие. То есть, очевидно, значит, здесь видно, что человек благодатный, он не самоуверен. Он готов подчиниться авторитетному голосу других отцов, там, или матерей святых, так далее. То есть он не стоит на своем, как на последней инстанции. Правды. Ну и там, наверное, много еще других разных способов есть. Более тонких, более серьезных. Это все уже, так сказать, надо проверять на опыте самому. Но действительно, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Иногда человек вполне благодатен, но не чувствует этого. То есть Господь делает его благодатным для окружающих, делает благодатным его для окружающих, но сам человек по самоощущениям ничего такого особенного не чувствует, для того, чтобы ему не гордиться. То есть, как бы, рука Божия удерживает эти волны благодати от его души, чтобы он не возгордился, не поплыл, как бы, в этом. А другие смотрят на него, так ничего, видят в нем особенного, а он сам чувствует, что он самый худший из людей. От них же первый есть аз. Это же тоже нужно чувствовать человеку. Если это не просто фраза, а он так вот чувствует себя, что Христос и Иисус пришел в мир грешников спасти, от них же первый есть аз. Это очень тяжелая фраза. Чтобы вот так вот чувствовать себя первым из грешников, ради которых пришел в мир Иисус Христос, то это, конечно, тяжелое дело. Попробуй-ка поживи с этим. Нужна благодать именно. Так что не будем путать благодать и прелесть, и не будем тщеславными, раздражающими друг друга, раздражающими друг другу, завидующими. А еще живем духом, духом и доходим. Не бываем тщеславнее, друг другу раздражающим, друг другу завидящим. Послание к Галатам так говорит. Александр пишет. Можно ли сказать, что военные действия в Израиле – это кара Божия, как во времена Ветхого Завета, для того, чтобы еврейский народ покаялся и принял Иисуса как Господа и Бога? В дальней перспективе не знаю, в ближайшей перспективе, видимо, нет. Боевые действия с революционным крылом Хамас, революционно-террористическим, никак не связаны, мне кажется, с грядущим, предсказанным в конце истории, обращением остатка Израиля к Иисусу Христу. По-моему, здесь, вот в данном моменте эта связь никак не прощупывается. То, что война – это наказание за ошибки, совершенные в мирное время, это, конечно, да. То есть в мирное время нагнивают и назревают и распухают гнойники, которые потом во время войны лопаются и брызжут гноем вправо и лево. Это именно мирное время набирает ресурс для будущей войны. То есть ни обида, ни правды, ни справедливости, всякие там притеснения одного другим, высокомерие, насмешка над притеснённым и угнетённым. Там слишком много, наверное, совершенно грехов. Если стать, ну, с точки зрения арабов, то мы получим огромный фактаж таких над ними унизительных издевательств, что как бы мы скажем, ну, что тут, я не знал об этом, да, действительно, всё серьёзно. Если мы станем с точки зрения евреев, которые среди мирного сна вдруг получили как бы этот град Касамов на свои мирные жилища, мы скажем, ну, что тут уже вопросы кончились, надо воевать. Короче, куда бы ты ни стал, ты найдёшь как бы подтверждение крайним формам реакции. Сделать из-за голубя мира, как бы взлететь над процессом, как бы, ну, может быть, это и надо, да. Как Максим Малышин там говорил, а я стою, один между них в гремящем грохоте и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других. Ну, может быть, да, конечно, нужно, чтобы кто-то молился за тех и за других. Но здесь ничего не связано пока что с верой евреев Иисуса Христа. Еврейское государство, таким, каким мы его знаем, не имеет ничего общего или почти ничего общего с духовным Израилем, который мы читаем в книгах на сегодняшний момент. Это филиал чисто западного государства на Ближнем Востоке. Чисто западного, со всеми западными характерными чертами. Западное безбожие, западная гордыня, западный комфорт, западный ЛГБТ, западное презрение ко всем тем, кто не принадлежит к этому элитно-западному клубу, в числе арабов, палестинцев, всех остальных. Они просто презирают их, они их людьми не считают. Потому что западный как бы фашистичный такой, он высокомерный до нельзя. И при этом всем гнилой, развратный, блудный, вороватый. И все вот это вот, эта целлулоидная обертка, как бы, значит, гнилое содержание, оно вполне перетранспортировано как бы в Израиль. И он сейчас не является куда-то духовной твердыней. Чтобы там все читали Тору, чтобы все там что-то там делали, чтобы все пытались Богу угодить. Такое все это, конечно, есть на минималках. А в остальном, это такой чисто западный проект. И должен вам сказать, что по мере приближения истории к своим финальным аккордам, к страшному суду, ко всему этому, значит, великому дню суда, как бы приходит в завершение, достраивается, что ли, да, небесный Иерусалим. Уже там рабочие совершают как бы такую последнюю тонкую отделку улиц, домов, как бы, и всего остального, так я метафорически говоря, небесного Иерусалима. И он как невеста, украшенная для мужа свою, должен спуститься с небес, как скиния Бога с человеками. И по мере достройки, доведения до совершенства готовности для вселения небесного Иерусалима, земной Иерусалим будет терять свою актуальность. Он будет уменьшаться в значении и в теле. Мы будем помнить, да, да, конечно, Иерусалим, там город трёх религий, да, да, конечно, вот тут то, 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 там и храм воскресения, гроба свой, но там будет столько греха и безобразия в этом Иерусалиме, земном Иерусалиме, что мы постепенно будем как-то так с удивлением смотреть на это всё. А в конце концов, в Откровении говорится, когда два свидетеля, как говорит церковь, это Энох и Илья, придут для свидетельствов, они будут убиты и будут лежать непогребёнными на улицах Иерусалима четыре дня, а потом будут воскрешены. Это, говорит, что это будет совершиться на улицах города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Так буквально говорится в Откровении. Духовно будет Иерусалим называться Содомом и Египтом, то есть там будут все грехи в цветущем состоянии. К сожалению, если вы там бывали, или кто-то там подтвердит мои слова, например, Тель-Авив, это просто какая-то, ну как бы, столица разврата на Ближнем Востоке. То есть там просто концентрирован как бы вот этот весь блудняк безудержный. Туда специально, собственно, многие, наверное, и ездят, чтобы оторваться по полной, никого не стесняясь. Это очень печальное зрелище. Потому что Земля должна быть святая. Об этом же все написано. Святая, да? А где какая святая? Так что я не думаю, что в нынешнее поколение, как Хрущев говорил, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Не думаю, что нынешнее поколение еврейского народа уверует в Господа Иисуса Христа. Зачем он им нужен? А зачем он им нужен? Что у них есть? Какое-то покаяние, какое-то что-то еще? Особенно наши галкины и слепаковы, думаете, да? Вайсмана и Ройсмана и трататы покаются, думают. Да какой Христос им нужен? Зачем им нужен? Благословенный Господь Иисус Христос совершенно не нужен этим персонажам. А таких персонажей в Израиле пруд пруди. Так что я не связываю это все воедино. Наказание, да. Война всегда наказание. Наказание за ошибки. Наказание за добровольную слепоту. Наказание за высокомерие. Наказание за разврат и воровство. Да, война – это действительно наказание. Но не более того. Пока что ничего профетического я пока что не наблюдаю. Может быть, все же может поменяться в один день. Но пока я вот всматриваюсь в этот конфликт и хочу в нем заметить какие-то профетические вещи, вот такие, о которых пишут святые пророки, пока мое сердце ничего мне не говорит. Я не вижу ничего этого. Может, оно есть, я этого не вижу. Тоже такое дело вполне возможно. Но расскажите, пожалуйста, что значит Евангелие Марка, там, да, глава 2, стих 21. Марка 2. 20. Марка, Марка. Марка 2. А, притча о старом и новом. Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани. «Иначе вновь пришитое, иначе вновь пришитое, от старого дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхи, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое нужно вливать в мехи новые». Ну, с мехами как бы все понятно. Это сдвоенная притча, то есть об одежде и о мехах. Одно и то же как бы имеется в виду и там, и там. Но с мехами понятно, с одеждой нет, действительно. То есть ясно, что если бродячее вино помещено в некрепкую тару, то тара эта рискует порваться, и все пропадет. И то, и то. То есть если Духа Святого дать человеку в необновленном состоянии, вот такому, значит, это самое, чревоугоднику и лодырю, например, такому, каким я по совести себя отношу, к сожалению, значит, каюсь перед вами, допустим, я не очень аскетичный человек. И всю жизнь меня совесть мучает в том, что я должен был бы быть аскетичнее, а я как-то дурака валяю в этом отношении. И как там в каноне Андрея Критского, говорится там, не сподобилась душа благодати за невоздержание. Так вот, в невоздержанную душу не дается благодать. Прольет Господь Духа своего в такую вот невоздержанную душу, невоздержанное тело. Ты не удержишь этого духа. Это как молодое вино в старых мехах. То есть ты как бы треснешь и порвешься, сам пропадешь. Ну, погибнешь просто, да? И потеряешь того духа, которого тебе дали. А с одеждой я встречал другой перевод, кстати говоря. Я сам понимаю, там говорится, что старая риза, на нее заплата из молодой, такой крепкой ткани. Потом, если он ее отдерет, то будет еще больше дыра. А зачем ее отдирать, казалось бы, да? Вот у меня тоже всегда был вопрос, зачем отдирать заплату от старой ризы. Но я находил другой перевод. Согласно другим переводам, имеется в виду, что никто не отдирает кусок ткани от новой ризы, чтобы эту отодранную ткань пришивать к ветхой ризе, потому что тогда ты и новая испортишь, и старому не поможешь. Вот какой перевод я еще находил. Там же в Писании очень многое зависит от перевода. Это величайшая филологическая проблема. Не там запятая, и все посыпалось. Или понято неправильно. Поэтому я такое читал, потому что для меня всегда это остается вопросом, потому что никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, то есть новые ткани. Иначе вновь пришитое отдерет. Зачем отдирать? Пусть все пришитое будет. Правда, если вы пришивали когда-то что-то к чему-то, то вы, наверное, знаете, что если ткань действительно старая, такая гнилая, разлазящаяся, то по мере пришивания к ней чего-то она как бы тут же тянется и рвется, ну не помогает это. То есть смысл в том, что нельзя помочь, нельзя исправить старую обветшавшую ткань новыми заплатками. То есть если, например, речь идет о человеке, то есть если я ветхий, ну по психологии, по уму, по образу жизни, если я ветхий, то меня нельзя исправить какими-то такими точечными заплатками такими. Ну вот, например, я перестал мясо есть, ну заплатку поставил на себя, но остальное все равно старое, оно мне немало помогает. Ну вот, например, я перестал телевизор смотреть, но все равно все остальное ветхое. Как бы маленькими, точечными, хорошими делами ветхое не исправляется. Нужно целиком обновиться. Вот в этом смысле. Притча говорит, обновление должно быть целостное, а не такое, чтобы пятнами, такими кусочками, такими заплаточками. Новая ткань не спасает старую ризу. В этом смысл. И Духа Святого не дают ветхому существу, потому что порвется человек, не выдержит, и пропадет благодать, и сам человек погибнет. Таков смысл этих притч, они есть и у Марка, и у Матфея. Так, тут, значит, вот то, что я не успел прочесть из Писания. Почему Господь прогневался на Давида, когда он захотел исчислить Израиля. Это темное место, друзья мои. Это толкователи, как-то все толкуют по-разному, и все не очень вразумительно. Давид, конечно, возгордился, когда исчислил Израиля. Но вообще исчислять что-либо, знать точное число чего-то, это значит взять власть над этим. Например, никто с древности не дерзал посчитать звезды. Это было не то, что невозможно, это было дерзко. Наши сейчас считают, как бы там, называют там количество звезд в видимой части неба, а древние считали, что знать число – это иметь власть. И Давид исчислил свое царство и почувствовал какое-то возвышение сердца в гордости. И это как-то прогневало Господа. Но это довольно темное место, потому что мы думаем, что такого? Ну и что? Вот у нас есть Росстат, например. Они считают вообще все подряд. Сколько пуговиц произвели на Калужском заводе, или сколько сигарет выкурит в среднем россиянин, или сколько волос на голове у младенца. Они считают все подряд, и вроде ничего. Но это мы сегодняшние. А многие вещи в древности воспринимались совершенно по-другому. Поэтому Господь прогневался на Давида за то, что он посчитал людей. Никто из современных толкователей вразумительно, по косточкам, не разложил мне эту дилемму. Хотя я, конечно, понимаю, что там гордость, там все такое, все это понятно, но все равно непонятно. Почему Давид выбрал в качестве наказания моровую язву? Сейчас мы найдем этот текст. Вторая царь, 24 глава. Вторая царь, 24 глава. Если кому-то интересно, мне интересно. И сказал Давид Гаду, Гад это прозорливец Давидов, это один из святых у него при дворе. А, ну да, когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа к Гаду, пророку, прозорливцу Давида. «Пойди, скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю тебе, выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». И пришел Гад к Давиду и возвестил ему, сказал, «Избирай себя, быть ли голоду в стране твоей семь лет, или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении трех дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что же мне ответить пославшему меня». Да. В общем, он избирает моровую язву и избрал себе Давид моровую язву во время жатвы пшеницы. Но вы знаете, что заметьте, какие длинные наказания были до этого. То есть семь лет голода. Семь лет голода. Это длинно истребиться всякая плоть. Семь лет голода. Потом, значит, три месяца, говорит, будешь бегать от врагов твоих. Да, семь лет, три месяца и потом три дня. То есть очевидно, выбор Давида связан с тем, что наказание так или иначе будет тяжелым, но последнее наказание пройдет стремительно. То есть а это очень важно. Мы знаем о том, что о скорби последних дней нам заранее сказал Господь, что если бы не сократились эти дни, то не спаслась бы никакая плоть. То есть когда все будет очень плохо, вот эти вот пресловутые антихристовые времена, времена великой лжи, великого и великой слепоты и великого массового отупения, то будет совсем невыносимо жить людям, хорошим людям. Надеюсь, мы будем в их числе, но как знать, заранее ничего неизвестно. Вот такие, как Лот в Содоме. То есть жизнь будет, как у Лот в Содоме. Кругом развратники, как бы и некуда бежать. И настолько трудно будет, что если бы дни не сократились, никто бы не спасся. Но избранных ради сократятся эти дни. Также и здесь, очевидно, я думаю, логика Давида очень простая. очень долго семь лет голодать вместе с народом. Семь лет. Это люди будут есть своих детей, как это описывается, будут там варить плод чрева своего. Сегодня твоего, завтра моего там это все в книгах царства как раз описывается. Это люди будут убивать друг друга за голубиный помет, то есть за все, что можно сживать, за кожаный ремень, как это было в блокадном Ленинграде. Можешь себе представить, блокадный Ленинград был сколько в блокаде там? Меньше трех лет. А тут семь лет голода. А что, можно другое? Можно. Три месяца. А еще что-нибудь? Три дня. Ну, три дня. И подставил он свой народ своим грехом, моровая язва начала убивать людей в течение трех дней. Так что, я думаю, здесь очень все связано с длительностью наказания. Как правильно жить христианину, чтобы в жизни не было бед. Давно заметил, что беды приходят в жизнь не просто так и не случайно. Как же нужно жить, чтобы их избежать? Хороший вопрос, Иван. Дорогой мой, хороший вопрос. Ну, очевидно, у беды есть нравственный смысл. Очевидно, беда имеет в себе какой-то элемент наказания или предупреждения, или испытания. как там пишет наш блаженный Павел апостол, он говорит, «искупуйте время, ибо дни лукавы». То есть, для того, чтобы наказательные беды на нас не сыпались, нужно меньше грешить, очевидно. Тогда будет меньше временных наказаний. Для того, чтобы вразумительные наказания нас обходили стороной, нужно быть внимательным ко всем происходящим событиям. Я думаю, что внимательному человеку не нужно специальных наказаний, чтобы его вразумить. Он и так вразумлён повседневными знаками окружающей жизни. То есть, я думаю, что меньше грехов, больше внимательности, больше, так сказать, стремления к тому, что сердце было обрезанное, чтобы оно было чутким, чувствительным к происходящему. Я думаю, тогда не нужно, потому что наказание это какой-то такой тяжёлый удар, который пробивает эту бегемотовую кожу. То есть, человек не чувствует обычных ударов, ему нужно сильно его хряснуть, чтобы он проснулся, пришёл в чувство. Значит, в этом смысл беды. Как там говорится же, голос такой, я не вдова, сижу царицей, и не придёт ко мне беда. Это говорит вавилонская царица на пике своей славы. Я не вдова, то есть, я царица, я богатая, всё хорошо, беда ко мне не придёт. То есть, они застраховали себя со всех сторон. Построили дом своего на высоте. С преисподней сделали договор. Даже такое есть. Даже с адом хотят договориться, чтобы в аду их не мучили. И считают, что они себя полностью окружили твёрдой безопасностью. Для таких, конечно, придёт внезапное сокрушение без исцеления. Этих, говорит Господь, достану даже на дне морском. И накажу их жестоко. А если ты попадаешь в разряд простых людей, для тебя, как бы, что там, от зарплаты дотягиваешь, как бы, у тебя вся жизнь испытание. И ты стараешься не грешить, и хвалишь Бога за то, что есть. В общем, ты избегаешь этих всех вразумительных и наказательных посещений чистой жизнью и страхом Божиим. То есть, ты и так боишься Бога. Тебя не нужно специально наказывать. Я думаю так. Ну и даже таких людей всё равно не избежит какая-то где-то что-то, значит, по части, ну, умирать-то всё равно придётся. То есть, поэтому по части неизбежности смерти здесь у нас нет преференции. Мы должны будем этими воротами отсюда уйти. Хотя есть одно очень утешительное слово в откровении Иоанна Богослова к ангелу Филадельфийской церкви. Оно мне прям очень нравится. Говорит, как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придёт на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Это говорится ангелу Филадельфийской церкви. Это шестому ангелу напиши. Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, который затворяет и никто не отворит. Знаю твои дела, да, я отворил перед тобой дверь и никто не может закрыть её. Ты немного имеешь силы, утешение слабому человеку, ты немного имеешь силы и сохранил слово моё и не отрёкся имени моего. Там дальше немножко про иудеев говорится. И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придёт на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Видите как? То есть сил твоих немного, но ты мне верен, поэтому я тебя сохраню от годины искушения, которое придёт на всю Вселенную. Какие утешительные слова. То есть нужно быть верным Богу, и тогда великие испытания могут обойти тебя стороной согласно этому Слову Божьему, которое только что мы прочитали. Так что будем верны Богу без беды. Когда придёт беда, мы начнём молиться, начнём плакать, начнём каяться. Возникает вопрос, а можно без беды? Вот всё то же самое, только без беды. Можно же? Можно вроде, вроде можно. Давайте будем каяться, молиться, раздавать милостыню, любить друг друга, прощать друг друга. Искренно обнимать друг друга, не храня камни за пазухой. Без зависти будем жить, без злоязычия, без всяких там этих всех пакостей. Давайте будем так вот жить. А он говорит, ну давайте, не получается. Потом война, бах, пришла, и началось. Слёзы, молитвы, псалтирь, коленопреклонение, исповедуем. Так что без беды люди редко становятся лучше. Но нужно быть лучше без беды. И кто без беды становится лучше во Христе, того Господь обещает сохранить, простите, от годины искушения, идущие на всю Вселенную. Так, Дмитрию, Дмитрию, спасай крайне на сегодня. Бог посылает смерть человеку, или же смерть может самостоятельно нагрянуть, и человек совершенно не готовый к смерти, неожиданно оказывается, на том, что он сидит перед Господом. Не, ну смерть, что там она может сама? Кто из нас, чего может сам? Никто ничего не может сам. Она приходит, как посланник. Такой, знаете, есть такая известная басня, Крылова, что ли? Ну это вообще такая байка, такая известная, как один старик собирал в лесу хворост и нес его домой, и присел на этот хворост, потому что утомился, и сам с собой разговаривает, говорит, что это за жизнь такая? Всю жизнь, как бы я впроголодь живу с самого детства, никогда досыта не ел, работаю всю жизнь. В общем, какая-то ни радость и ни утешение, как бы, ну что ли, смерть, что ли, пришла бы, что ли, да? И смерть тут раз, что новый хозяин надо. Такая в капюшоне, с косой, ну как положено. Ну вот. И он говорит, а, помоги мне, говорит, Бизан Кудров донести, пожалуйста. То есть умирать никак не хочется. Так что она придет, конечно, это будет невеселый день, как бы, но очень торжественный, надо сказать. Многие описывают это пришествие смерти, персонифицируя его. Оно и в житиях святых описывает. Некая персона приходит, как бы, смерть, как некие, как не существо. То ли там, костлявое, то ли куда там, как он-то балахоне, то ли с чем-то, то ли с какими-то, какими-то прямо пузырьками, там, как это горькой жидкости, когда человеку дует прям выпить, и он, с отвращением, как бы, душа вылетает из тела. Или прямо отсекает от него руки-ноги, как бы, так это в мытарствах Феодора описывается. Она прям, как приходит, как мясник, и прямо отсекает от человека, который холодеет. Знаешь, когда человек, вот эта симптоматика умирания. Кстати, я какой-то книжки читал, не помню, типа, что-то, чуть ли не искусство умирать, что-то такое, как эта книжка мне попалась. В общем, по-моему, даже исламская книжка, там описывается, это самое, как постепенно холодеют конечности, как это самое, душа, только в одном сердце остается дыхание, жизни, как будто, как будто, действительно, смерть отсекает, от человека руки-ноги, постепенно потом, с вздохом последним, душа уходит, как бы, вот так вот. И она, типа, там стоит рядом. В общем, это какое-то, такое трепетное событие такое. Я не знаю, как оно на самом деле будет, посмотрим, что-что, это мы точно увидим, каждый по-своему. Вот. Но это все с Богом. Это ж, волос, ведь ни одна птица на землю не падает без воли Божьей. Вы же читали такое, да? Она говорит, насколько же лучше человек, птицы или овцы, то есть, овца упала в яму, надо достать ее, насколько же лучше человек овцы. Птица там, ценится там, двумя какими-то монетками, там, ассарием каким-то, ни одна из них не падает на землю без воли Отца Небесного. То есть, птичка замерзнет зимой, там, и рухнет бедная, закоченевшая. Это все не мимо Бога прошло, это по Божьей воле. Так что, и волос наш тоже посчитан, так что, когда смерть придет, это будет по воле Божьей. В этот момент надо тоже сказать, да будет воля Твоя. Как ни крутись, здесь нужно будет сказать, да будет воля Твоя, Господи. Но и воля Божья в том, чтобы мы закончили передачу, потому что мы уже выбрали весь временной ресурс, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Да хранит вас воскресший Христос, братья и сестры. До свидания. Простите, если что. Продолжение следует...